Причин, которые вынуждают тех или иных лиц отказываться от своей гражданской принадлежности к российскому обществу, может быть очень много. Основная – это приобретение статуса резидента другого государства, которое не признает второе гражданство, а потому настаивает на отказе от российского паспорта. Процедура, которая подразумевает прекращение гражданства, достаточно длительная и хлопотная. Кому и как ее нужно проходить, не помешает знать каждому жителю РФ. Причины выхода из гражданства. Подаются документы обычно в представительство РФ в той стране, где приобретается новая гражданственность. Дожидаться ответа не обязательно, поскольку занять процесс может не меньше года. Решение принимается лично президентом, а до этого дело проходит через множество инстанций. Для получения гражданства страны своего нового места жительства, достаточно просто предоставить копию поданного заявления. В целом основание прекращения гражданства РФ можно представить так. Выход из нынешнего гражданства, лишение его, аптация, случаи, когда дети следуют гражданской принадлежности родителей. Опекунов, усыновителей. Как видно из списка, не всегда инициатива в этом вопросе исходит от самого заявителя. В некоторых случаях он может лишиться своего статуса в принудительном порядке. Как выйти из своего российского гражданства? С юридической точки зрения данный процесс называется добровольной экспатриацией. Судя по названию, она предполагает обязательное волеизъявление кандидата, без которого инициировать процесс просто не удастся. Такая процедура носит разрешительный порядок, то есть решение может быть принято как положительное, так и отрицательное. Принимается оно исключительно российским президентом. А потому подразумевается, что заявление необходимо подавать именно на его имя. Упрощенный порядок предусмотрен лишь в ограниченном количестве случаев, если заявитель на законных основаниях и постоянно проживает за рубежом, если из гражданства выходит несовершеннолетний. Ребенок по ходатайству своих родителей, один из которых россиянин, а второй иностранец. В такой ситуации решение может быть принято на уровне миграционных служб. Порядок прекращения гражданства предусматривает и возможность отрицательного вердикта в связи с такими причинами – наличие невыполненных обязательств перед Отечеством, привлечение – к уголовной ответственности или прохождение по делу в качестве ответчика, отсутствие иной гражданской принадлежности или подтверждение возможности ее приобрести после выхода из российского. Гражданство. Принудительное лишение. Единственный случай, когда гражданин может утратить индигенат российского государства не по собственной воле, это лишение его таковой в принудительном порядке. Само собой, что для этого также понадобятся довольно весомые основания. Чаще всего это происходит по причине предоставления заведомо ложных сведений в анкетных данных при подаче заявления на приобретение российского гражданства. Не меньшим аргументом будет и включение в пакет бумаг поддельных справок и сертификатов. Обе эти причины имеют одно неизбежное следствие – аннулирование дарованной гражданственности. В каких еще случаях может произойти лишение гражданства РФ? Обычно это связано с какой-либо деятельностью гражданина, которая несет угрозу безопасности страны и ее населению. Не стоит, однако, забывать, что данная процедура никак не сказывается на семье человека, подпавшего под санкции. Его жена и дети могут и далее пребывать в своем российском гражданском статусе. Ситуация селоаптации может возникнуть, когда территория, на которой проживет заявитель, меняет свою государственную принадлежность. В таком случае ее жители должны сделать выбор остаться или переехать в другой регион, чтобы не потерять свой прежний статус. Дети же до 18 лет следуют гражданству своих родителей, но в возрасте от 14 до 18 лет уже только со своего письменного согласия. Отказ от российского гражданства – видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!